Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас сегодня еще один технический выпуск. И в этот раз я вам буду рассказывать о том, как делать сплайсинг. Если вы не знаете, что это такое, это такие красивые колечки, петельки на концах веревок, которые замыкаются сами в себя. И нужны они для того, чтобы крепко и красиво и эстетично ваши веревки были организованы на лодке. Поэтому сегодня я вас научу, как делать сплайсинг на тонких веревках, на толстых 12-миллиметровых. И, очень важно, на веревках Dynamo, которые крепкие. Ничего сложного, просто нужно понять технологию, и будет вам великое счастье. Ну что, давайте начнем! Сразу хочу сделать вам маленькую ремарку, маленький комментарий. Если вы хотите организовать веревки у себя на лодке, которые уже существуют, сплайсинг делать на лайнах, которые уже бэушные, может быть крайне тяжело. Потому что соль плюс ультрафиолет нарушает эластичность структуры самой оплетки. И вам будет просто очень тяжело его туда потом протянуть. И в результате может получиться вот так вот. То есть я пытался сделать сплайсинг, но так как веревка уже на солнце находится очень давно, она просто... Вот смотрите, вот эта часть должна была быть затянута вот сюда внутрь, видите, оно здесь толще. То есть какую-то часть я сюда затянул. А вот эту часть мне пришлось обвязать, потому что она туда просто не залезла. Потому что вот эта вот часть оплетки, она уже настолько задубела, что она не растягивается. И туда протащить веревку нельзя. Поэтому имейте в виду, что это все делается исключительно на веревках, которые новые. Теперь давайте мы с вами разберем, что вам все-таки из инструментов понадобится для сплайсинга. Потому что вы же понимаете, что если вы хотите что-то просверлить, вам нужна дрель и сверло. Если вы хотите сделать сплайсинг, вам тоже нужны специфические инструменты, которые вам пригодятся в дальнейшем. Давайте сейчас их рассмотрим. Друзья, вы не забыли подписаться на канал? Если забыли, нажимайте кнопочку подписка, проверяйте колокольчик, и мы вам будем рассказывать. Вернее, вы будете знать о том, что появилось новое видео, в котором мы вам что-то рассказываем прикольное, чему-то учим или рассказываем о том, что происходит в мире яхтинга. Вам понадобится изолента. Обычная изолента для электрических проводов. Далее, дайнемо, тонкая веревка, которую вы сможете связывать, оплетать. Это я вам потом расскажу. Я пользуюсь тоже дайнемо, которая векст, то есть они покрыты парафином. Далее, вам понадобится вот такая вот большая иголка. Обратите внимание, она загнута. И очень важно, ушко большое, то есть это реально большое ушко. Если вы будете делать сплайсинг чего-нибудь поменьше, вам еще пригодится вот такой вот наборчик. Здесь вот эта же иголка, только немножко меньшего размера. И обратите внимание, иголки, у них идут ушки очень большие, потому что в них нужно будет продевать большие веревки. То есть такой набор рекомендовано. Но то, без чего вы не сможете сделать вообще ничего, это нужен вот такой вот сплайс набор. Так, здесь есть такая вот матрешка, одна в другую. Вот вы видите, это все зависит от того, какой диаметр веревок вы будете сплайсить. Вам нужен будет подходящий по размеру. А теперь, как этим пользоваться. В общем, то, что нужно, я вам уже показал. А сейчас мы будем переходить к тому, как этим всем пользоваться. Ну что, давайте возьмем веревку дайнемо. И я вас научу, как вязать вот такую вот петельку. А с этой петелькой потом можно делать еще много разных прикольных штук. Первая, эта петелька у нас будет такая, которая никуда не выезжает. То есть это фиксированная петля фиксированного размера. Вот такую давайте сейчас мы с вами научимся вязать. Короче, смотрите, вам понадобится две вот таких вот иголки. Одна меньше, одна больше. Как определить диаметр, который вам будет необходим? Очень просто. Берем веревку и начинаем засовывать туда иголку. Если она туда влазит, она может влазить так достаточно плотно. Но вам, ваша задача будет ее протянуть достаточно далеко. Поэтому учтите, насколько вот так вот ее нужно будет запихнуть. То есть это подходит. Ну и, естественно, меньшего диаметра она подходит, потому что она вообще заходит вот сюда вот. Значит, сейчас мы делаем, как я вам сказал, уже петлю, которая будет наглухо вмурована. Есть несколько вариантов, как это делается. Значит так, вариант номер один. Длина, на которую будет вплетаться, должна быть минимум 60, желательно 70 диаметров. То есть если это у нас веревка, допустим, 4 миллиметра, то 70 это будет где-то вот такой вот кусочек. Ну то есть можно это делать так чисто визуально. Можете взять просто линейку и померить. Но я настаиваю, чтобы вы делали по линейке. Итак, у нас диаметр веревки 4 миллиметра. То есть если мы говорим про 70 диаметров, то это 280 миллиметров. То есть мы берем и отмечаем 280. То есть это вот такая вот длина. То есть это та длина, на которую нужно будет завести сплайсинг. Что мы делаем теперь? Теперь мы берем и смотрим диаметр петельки, который нам необходим. То есть мы уже определили, что у нас есть там, допустим, 280. Мы вот берем от края и ставим здесь отметочку. Причем отметочку делайте так смело по всему кругу. Вот у вас есть отметка на той длине, которую вам нужно заправить. Теперь дальше диаметр петельки, которую вы хотите получить. И также отмечаем здесь. То есть, грубо говоря, вам это нужно для того, чтобы вы четко знали, что и куда заправлять. Вот у вас получилось. А теперь мы знаем, что нам нужно вот эту длину заправить вот сюда. То есть мы берем и делаем отметочку, третью отметочку на конце, куда мы ее будем заправлять. Итак, у нас получается три отметки. Первая, тот длина, которую мы будем заправлять, диаметр петельки и длина, до которой мы будем заправлять и есть точка входа. Теперь мы берем иголку, раскрываем точку входа и начинаем заводить вот эту вот иголочку до самого конца, до того места, где нужно будет сделать выход. Вот смотрите, у вас здесь есть сейчас... Вот, получилась точка выхода. То есть мы его в точке выхода распрямляем. Далее, вот этот край, мы заправляем его в саму иголку. Вот таким вот образом. Заправить его можно туда подальше, чем-то туда его протолкнуть. Это вы видите, как он проходит. И дальше вам нам нужно будет его просто вытащить с другой стороны. Если получится его пропихнуть так, через иголку, хорошо. Если не получится, я думаю, что здесь уже мешает немножечко вот здесь вот на наконечнике. Но эти все мероприятия требуют определенной сноровки, а еще лучше пласкогубцев, которыми потом это все вытащим. Ну вот у нас уже оно, в принципе, нарисовалось. Протаскивать это всегда самая сложная задача. То есть вот это все заплести проблемы не составляет. Как это надо делать аккуратно, чтобы не погнуть саму иглу. Смотрите, все, она вот протащилась. Теперь мы просто ее здесь вынимаем. Вот. И что у нас получается? У нас есть веревка, которую нужно вот сюда мы протаскиваем. Так, чтобы у нас совпали вот здесь вот наши метки. А теперь мы берем и просто ее расправляем по всей длине. И расправляем ее хорошо. То есть вот я уже вам говорил, что это самая сложная задача. Именно ее правильно растянуть. Так, все, растянуто. Значит, смотрите. Если у вас дайнемо веревка не нагружена, то есть она в расслабленном состоянии, тогда у вас внутренняя веревка будет ходить. Если у вас идет на веревке натяжка, то ходить никуда она не будет. Потому что вот эта часть ее полностью зажимает и она вообще не ходит. Для того, чтобы мы избежали вот этого вот момента, когда дайнемовская веревка вылазит, вот здесь нужно просто по кругу зашить и все. Так, здесь оно шьется вот таким вот образом. То есть вы просто прокалываете насквозь. Здесь можете кусочек оставить. Опять прокалываете насквозь. Теперь делаете вокруг в другую сторону. Получается такая, как бабочка с двух сторон. Вот таким вот образом. То есть вот таким вот образом с двух сторон она зашита. А дальше можете вот ее вот так вот по кругу, виточек к виточку. Мотать там, я не знаю, сантиметр намотайте. Вот, есть. А теперь прокалывается опять же в том месте, где... Вы закончили. Делаете вот так вот, такие вот точно две петельки с двух сторон. И потом, после этого, вы делаете вертикальные. То есть вот такие, которые идут от начала и до конца. Важно, чтобы вот они зажимали вот таким вот образом с двух сторон нашу оплетку. Так, все. Есть. Потом, для того, чтобы закончить, можно сделать вот так вот. И вы сюда просто его засовываете. Где-нибудь вот так вот на всю длину. Потом чуть-чуть подтягиваете. Обрезаете. И потом просто вправляете внутрь. И у вас получается вот такая вот оплетка. В этом случае вот эта петелька уже никуда уходить не будет. Для веревок Дейнемо нужны специальные ножницы. Потому что, если это будут обычные ножницы, вы их просто испортите очень быстро. Итак, что нам опять веревка. Опять она маркерами размечена. Как я вам уже раньше и показывал. Вот. Все. То есть вот есть три места. Длина, на которую она будет вплетена. И, собственно, сама петелька. Теперь нам нужно сделать так, чтобы вот эта петелька была, не разъезжалась, но без шитья. Очень просто. Нам понадобится иголка. И нам нужно будет вот это вот плетение Дейнемо расплести на две части. То есть мы ее берем. Ну и просто вот так вот. Мы ее просто расплетаем. Немножко придется поморочиться, но если вы уже занялись сплайсингом, то тогда вам нужно иметь достаточно много свободного времени и терпения. Короче, вот таким вот образом вам нужно расплести всю веревку. Так, значит, смотрите. Вся веревка расплетена. А теперь основная задача – это сделать так, чтобы все вот эти вот веревочки не запутались. Ну, это в данном случае не самое главное. Значит, у нас вот эти две веревки, две… Все веревки мы делим на две части. Левую и правую. Приблизительно там одинаково. Если там плюс-минус одинаково не получится, ничего страшного. И наша задача – все концы, вот таким вот пучком, взять изоленту и связать очень плотно их края изолентой. Причем желательно, чем плотнее получится, тем лучше будет. Так, один есть. И вот точно так же делаем со вторым. Смотрите, у вас вот сюда проведена уже половинка. То есть у вас половинка, вот она ходит по самой веревке. Вот она просто насквозь проколота. Теперь мы делаем точно такой же прокол, но с второй частью. То есть мы его вот так вот прокалываем. Здесь вот почему два? Потому что очень важно, чтобы первая и вторая часть между собой не перепутались. Потому что если они перепутаются, то тогда вы в этой каше уже вряд ли что-то исправите. То есть вот так вот. Видите, она протаскивается. И у нас вот сейчас сюда заведены веревки. Вот мы делаем сюда петельку. То есть можно было это сделать и одним уколом, но я предпочитаю делать двумя, чтобы не было путаницы. И заметьте, половинка осталась в иголке. То есть вот эту вот половинку мы делаем прокол. Вот так вот вокруг делаем вокруг, вот так. И делаем прокол с обратной стороны. Причем это уже можно делать другой иглой, которая побольше. Потому что мы их будем далее вправлять уже непосредственно по всей длине. То есть вот мы уже далее идем... То есть вот сюда вот вошли. И дальше идем, идем, идем. Вот так вот, как я вам уже раньше показывал. По всей длине. Так, вот оно все одето сейчас на вот эту нашу иголку. И теперь мы эту иголку вынимаем вот там, где, видите, у нас здесь есть зеленая точка. Мы ее просто вынимаем. И теперь вот это вот все проталкиваем по иголке, так чтобы иголка полностью зашла внутрь. Так, и далее. Мы берем половинку, вот ту, которую я вам говорил, чтобы они не запутались. А они уже у меня запутались, поэтому мы ее сейчас распутываем. Вот у нас есть вход, вот у нас есть выход. Мы берем половинку. Вставляем ее вот сюда в иголку и протаскиваем насквозь. Вот таким вот образом. Вот она у вас вышла, так ее и оставляем. И вот теперь мы опять же прокалываем всю вот эту вот длину. Вот, и у нас есть вот здесь вот тоже точка выхода. Вот она. И мы берем вот эту вот вторую часть. Только, если помните, первая у нас шла вот так, вторая у нас будет идти вот так. То есть с противоположной стороны. И мы ее с противоположной стороны сюда вставляем. И просто вот так вот протаскиваем ее насквозь. Оно выглядит как каша, но сейчас оно сформируется в абсолютно нормальную красивую веревку. Так, все, вот оно протаскивается. Если здесь оно на выходе немножечко запутается, ничего страшного. Это все равно та часть, которая будет внутри веревки. Веревки. Оно. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 будет произведен сплайсинг так все вот она есть . а теперь вы уже помните как это делается легко и просто мы берем делаем точку входа и и так вот надо вот вот так вот она немножечко вощеная поэтому держит хорошо форму отдает сейчас немного примять чтобы она эту форму потеряла и туда легко заходила наша иголка так есть берем и заправляем в серединку и начинаем идти вот вот так вот по всей всей длине и и проводя главное чтобы она не ушла вот сюда вот увидите оно сюда зашло а вот я ее протащил вот увидите теперь мы ее отсюда вынимаем и заправляем по длине в то место где должен быть сплайсинг вот вот так вот есть вот теперь начинаем просто его вытягивать 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 и вытягивать то есть если останется маленький кусочек это нормально потому что вот эта вся длина она же при увеличении естественно сокращается поэтому можно совершенно спокойно его сюда завести ну и не бойтесь сделать ему большую нагрузку то есть можно зацепить вот так вот потому что она уже никуда не денется и вот так вот покручивая 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 вы его туда затаскиваете так теперь вот маленький кусочек остался мы можем его немного сюда вытащить и вот в этом месте мы его подрежем вообще дайнема очень плохо режется в этом ее и преимущество так все отрезали а теперь вот эту вот часть как я вам уже показывал заправляем вот так вот внутрь обратно и вот смотрите у нас веревка заканчивается ровно в том месте в котором мы отметили и и получается у нас вот такой вот сплайсинг который можно будет конечно же вытянуть а можно будет его и оставить вот в том виде в котором есть его просто как я вам показываю по кругу обметать ниточкой с иголкой ну что друзья вот у нас получился вот такой вот сплайсинг на веревке дайнемо но есть еще одна необходимость то есть вот эта часть у нас будет использоваться на каретке которая будет находиться на мачте вот так вот вертикально вниз но давайте сделаем таким образом чтобы у нас есть оплетка оплетка тоже дайнемо давайте сделаем веревку которая будет в оплетке дайнемо в том месте в котором будут находиться ролики То есть нам нужно будет в веревку, вот в эту веревку из Dynamo сверху сделать вот такой вот слив, который будет у нас предотвращать истирание, хотя Dynamo веревка очень крепкая, но мы можем сделать дополнительный кавер в том месте, в котором будет она тереться вокруг ролика. Делается очень просто, давайте я вам сейчас покажу, ничего сложного, просто немного нужно увеличить навыки, которые... Ух ты, прямо птица тут охотится. Немножко нужно будет усложнить то, что вы уже научились делать вот этим, а так ничего сложного в этих манипуляциях нет. Итак, делаем очень просто, буду пытаться сделать это максимально просто и лаконично. Вот у нас есть Dynamo, обратная сторона, мы ее заправляем в иголочку, далеко можно не заправлять, это не имеет значения. И берем, вставляем его в слив, если вы этот слив будете натягивать, вам будет очень тяжело его туда заправить. Если он будет вот такой вот распушенный, вот вы его когда вот так собираете, он вообще легко одевается по иголке. Это такая фишка, лайфхак, потому что обычно с этим связано огромное количество головной боли. Итак, вот так вот сейчас себе спокойненько его мы продеваем насквозь, полностью одеваем его на веревку из Dynamo. Dynamo, такс, практически, главное не тянуть, потому что если будете тянуть, он потом не оденется. Нужно пропихивать эту иголку, просто вот стараться его так распушивать. То есть вот так вот сюда, и вот увидите, насколько ее становится все меньше, меньше и меньше, и вот оно продето. Итак, вот у нас вышла наша Dynamo. Мы снимаем иголку. Видите, насколько важно иметь правильный инструмент для шлайсинга. Такс, хоба! Вот у нас он затянут по всей длине. Значит, самое первое, как мы уже с вами выясняли, мы берем линейку и начинаем делать разметку. Пока на вот этот слив мы сильно внимания не обращаем, но он будет участвовать в нашей разметке. Короче, меньше слов, больше дела. Смотрите. 7x7, 49, отмечаем. Размечаем петлю. Маркером главное размечать все, иначе вы потом запутаетесь. Так, есть. Все. И далее длина, куда мы его будем тянуть. Скорее всего, вот сейчас она нам будет потом не сильно нужна, но не важно, пока вот оно есть. Далее, что мы делаем с оплеткой? Оплетку, чтобы вплести, нужно где-то, ну, сантиметров 10. То есть мы, грубо говоря, берем и делаем сантиметров, вот мы его вытягиваем и делаем сантиметров 10, вот так вот размечаем на оплетке. Так, с этим есть. Все, теперь мы знаем, сколько мы будем вплетать. А далее начинается самое геморройное в данном процессе. Мы начинаем распускать вот эту оплетку. И ее нужно расплести целиком. Короче, вот у нас получилась вот такая вот бахрома. И сейчас я вытащу отсюда дайнему, потому что я ее немножечко провел туда внутрь, чтобы она мне не мешала вот эту вот всю бахрому расплетать. А в этой бахроме, обратите внимание, каждая веревочка отдельно, причем она имеет запайку на конце, поэтому каждая идет вот самостоятельно. Так, вот это наша центральная. Вот видите, насколько она свободно ходит. И теперь нам нужно вот сюда вытащить до метки. Вот, метка вытащена. И вот теперь нужно состыковать вот этот край и вот эту метку. А теперь, внимание, сейчас будет самый важный момент. Если вы этого не сделаете, то у вас ничего не получится. Значит, вот вы стыкуете вот внутреннюю часть и внешнюю. А теперь самый важный момент. Вам нужно взять иголку с ниткой и просто пришить одно к другому. Это будет временный шов, то есть вам не нужно его там стараться шить. Вам нужно просто сделать так, чтобы у вас оплетка от самой веревки Дайнемо никуда не сместилась. Просто, грубо говоря, делайте вот таких вот несколько стежков в разные стороны. Все, она закреплена. Теперь далее это закреплено. Берете и просто отрезаете. Все. У вас получается внутренний корт уже и наружный никуда не денется. Так, с этим понятно. Теперь переходим вплетать вот эту вот лохмотья внутрь веревки Дайнемо. Если у вас веревка из полиэстера, можно эту всю веревку просто вплести внутрь, но это такой геморройный способ. Наверное, самый геморройный, который можно придумать, но зато он самый надежный, потому что получится вообще супер. Итак, берем иголочку. Так, вот вы раскрыли так, чтобы было видно веревку. Вот сюда. И потом просто вкалываете в середину. Это не важно, она там будет у вас проходить. Может как-то выходить вот так, может заходить внутрь. Это не имеет значения. Ваша задача сделать ее вплести вот куда-нибудь туда и вытащить так, чтобы вот она на всю длину вошла внутрь оплетки. То есть получается вот как угодно. Можете целиком внутрь, можете отдельно. Я предпочитаю делать вот так вот отдельно, потому что получится тогда очень крепкое вплетение внешнего вот этого вот слива внутрь. Самой веревки. И так делаем со всеми, с каждой, каждой веревочкой отдельно. Теперь берем вот так вот иголку. Прокалываем сам слив. Вернее, мы его даже не прокалываем. А нужно сделать так, чтобы между вот этого вот плетения появилось отверстие, в которое мы вставим вот эту вот иголку. Через которую будет видно, собственно, саму сердцевину дайнему. То есть как только мы ее расширим, вот достаточно много, чтобы это все было видно, отсюда нам нужно будет вытащить, собственно, всю вот эту вот дайнемовскую веревку. То есть нам нужно будет из нее вытащить вот постараться. Сейчас я вам приближу. Так, вот она вот, вот ее видно. То есть мы так вот плавненько-плавненько волокна расширяем. И вот вы видите, снизу на ней уже видно, собственно, наши прошлые марки. Короче, вот это вот сейчас такой ответственный момент, но это несложно. Так, вот мы ее вытащили. Мы ее вытащили еще и вот здесь. Вот, все. Вы видите, да? Вот появилась такая вот петелька. Мы ее здесь выпрямляем. И вот эту, и вот эту вот часть разворачиваем, чтобы она была ровная. И теперь самая интересная часть. Мы берем, вставляем ровно в середину нашей веревки Дайнемо. И вот так вот плавненько вместе с вот этим вот чехлом мы его продеваем и туда вставляем вот эту вот нашу веревку, которая идет свободным концом. И наша задача, вот это вот, вот этот вот конец пропихнуть по всей длине. Это, я думаю, получится несложно. Нужно будет просто найти вот его туда, короче, так плавненько, плавненько, плавненько и запихнуть. У кого руки слабые, тот сразу поймет прикол этого мероприятия. Потому что потом, после того, как вы связываете полноценно одну веревку, потом у вас руки отваливаются. Короче. Вот, выходит уже сам краешек. Мы берем маленькие плоскогубчики, берем его вот так за край и просто его вот так вот полностью по длине вынимаем. Все. У нас вот вынулось. Получилась такая вот ненавязчивая петелька в петельку в петельку. Значит, смотрите, теперь важный момент. Чтобы у нас вот эта часть, вот, помните, да, вот это с веревкой, нам ее нужно засунуть внутрь вот сюда оплетки. Поэтому мы берем этот же сплайсер и с помощью него аккуратненько, аккуратненько эту штуку туда протягиваем. Вот, смотрите, она туда сейчас уже пошла. Вот. И в тот момент, когда оплетка, видите, да, зашла внутрь, можно еще буквально чуть-чуть ее туда пропихнуть. А теперь наша задача вот это вот все просто расправить по всей длине, но так смотреть, чтобы вот эта вот петелька, она отсюда никуда не вышла. Так, вот мы отрезали сейчас вот этот вот маленький кусочек, это будет лишний. И теперь наша задача распределить вот эту вот часть так, чтобы конец зашел внутрь. И вот вы видите, прямо вот здесь вот по отмеченному у нас весь сплайсинг закончился. Вот эта вот петелька такая вот есть. А теперь у нас появилась вот такая петля, вы же помните, да? И наша задача тащить с этой стороны и замкнуть вот эту вот петлю. Но сейчас важный момент, сейчас вам понадобится вся сила и ваша физическая мощь. Лучше вот ее сюда вот так вот сюда сплести, потому что чем вы ее больше натянете, тем у нее больше будет диаметры. Тогда у вас получится это сделать. И сейчас нужно просто его сильно, очень сильно тащить. Вот вы видите, она сюда заходит. Но тащить надо из-за всей силы. Не. А еще лучше закрепить и тянуть вот непосредственно за вот эту часть. Итак, друзья, получилась вот такая вот штука. Она, правда, сейчас такая дубовая. Но это абсолютно нормально. Вот петелька. За счет того, что там внутри очень много всего его можно вот так вот погнуть. Но на самом деле это не важно, потому что вот эта часть, она будет находиться снаружи. И вот эта оплетка будет находиться там, где у нас ролик. И на ролике защищать вот наша открытая Dynamo, которая и так крепкая. И вот этот вот чехол-слив, который защищает внутренний, он тоже из Dynamo. То есть очень крутая штука. Но теперь вопрос. Внимание. Вот у нас заканчивается вот здесь оплетка. Кстати, здесь может быть вполне вот такое ее количество. Она будет также держаться. Вот у нас получилась вот такая длинная. А теперь, внимание, наша задача нужно закрепить вот эту часть внутри. Как это делается, я вам уже показывал. Расплетаем и заплетаем каждую из волокон внутрь. Очень просто. Просто требует усидчивости и времени. Но для того, чтобы ее заплести, нужно также взять и разметить, до какой степени у нас будет вплетение. Вот у нас вот эта вот бахрома, которая вот здесь вот осталась. И сейчас нам эту бахрому всю нужно вправить в серединку. Но сделать это нужно таким образом, чтобы у нас было где-то 4-5 пучков максимум. То есть мы собираем вот эти вот пучочки, которые там по несколько штук. Вот так вот. Их сюда вставляем. Так, все. Вот эти вот веревочки я сюда заправил. Можем их как-нибудь там красивенько подрезать, чтобы они хотя бы ровными были. Так, все. Это есть. Это есть. А теперь фокус мы берем и просто эту штуку стягиваем. Вот. И у нас получается, вот если мы отсюда берем... Чуть-чуть утолщение, потому что сплайсинг идет внутрь. И вот здесь получается вот такой вот плавный переход. Но для того, чтобы вот этот вот переход вот так вот некрасиво не торчал, мы его сейчас немножечко разомнем, вытянем и сделаем сверху шнуровку. И туго затянем. Получится круто. Где-то делаем сантиметр с одной стороны и сантиметр с другой стороны. Будет у нас 2 сантиметра петли. Я вам уже показывал, как это делается. Прошивается оно все одинаково. Так, вот это в одну сторону. Итак, друзья, вот у нас наш сплайсинг уже готов. И вот смотрите, что у нас получилось. Точка перехода оплетки Дайнемо в веревку Дайнемо. У нас идет Дайнемовская нитка, такая вощеная. И у нас идет плавный переход, который будет через ролик себе спокойненько переходить. То есть вот эта вот часть, она достаточно надежно защищена. И вот вы можете посмотреть, как получилось. То есть раз, два, вот такой вот сплайсинг будет у нас на конце. И на другом конце вы уже видели просто вот такая вот обычная петля из Дайнемо. Тоже сплайсинг, которая у нас будет одеваться на трек. И мы его будем натягивать. Но это уже вам покажу, когда мы будем настраивать бегучий текелаж на нашей лодке. А пока у нас просто этап подготовки. Вот такая вот красота у нас получилась.